Здравствуйте, уважаемые трейдеры! На торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня влияют два ключевых слова – инфляция и дефляция. Так, данные Соединенных Штатов вчера показали устойчивый рост цен потребителей, поэтому накануне биржевые индикаторы Уолл-стрит откатились вниз, а после публикации отчетов из Китая также перешли в зону медведей фондовые индексы Японии и стран антиподов, что послужило причиной падения акций и как повели себя в начале пятницы основные валюты региона, давайте разбираться в этих вопросах. Как вы, наверное, помните, недавние комментарии сразу нескольких представителей Федеральной резервной системы США прозвучали в голубином тоне. Политики также называли рост доходности трежерис как фактор, который выполняет работу ограничителя, и тем самым спикеры американского Центробанка давали рынкам надежду на то, что повышение ставки может больше не потребоваться. Правда, в ответ на голубинные перспективы ФРС та же доходность гособлигаций США стала снижаться, а за ней последовало умеренное падение доллара. Но все изменилось после вчерашней публикации американского индекса цен. Его данные оказались выше прогнозов, а годовой показатель остался стабильным на уровне 3,7%. Оказались ниже, чем ожидалось, и еженедельные цифры первичных заявок на пособие по безработице. То есть инфляция в Соединенных Штатах упорно держится выше целевого 2-процентного порога ФРС, а рынок труда остается напряженным. Поэтому может последовать как минимум еще одно ястребиное решение регулятора в 2023 году. В ястребином тоне прозвучали и свежие комментарии представителя Федрезерва. Глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз заявила, что последние данные по инфляции в Соединенных Штатах подчеркивают неравномерный прогресс в восстановлении ценовой стабильности. Политик подтвердила свое мнение о том, что Центробанку, возможно, придется снова поднять ставки для борьбы с инфляцией. Как показывает инструмент FedWatch Tool, сегодня рынки оценивают вероятность повышения ставок в декабре примерно в 33% по сравнению с 28% до выхода отчета. Для заседания 1 ноября прогнозы тоже изменились и даже более существенно. Если раньше перспективы сохранения ставки на прежнем уровне показывали 99% вероятность, то сейчас голубины ожиданий рассматривают только 90% рынка. Доллар США ответил на данные по инфляции яростным ралли и вчера поднял планку роста до максимальной цены за неделю в 106,6 пункта. В результате он совершил самый большой однодневный скачок курса с марта этого года. Однако одновременно Greenback оказался под давлением неопределенности относительно дальнейших планов РС по ставкам. И этот фактор является ключевым для валютного рынка сегодня утром. Поэтому рост индекса доллара США по отношению к валютам из корзины из шести других мировых валют теперь движение доллара ограничено. А на торгах в Азии его курс вообще перешел в медвежий диапазон между отметками 106,30 и 106,50. Кроме того, снижение доходности и трежерис также подрывает доллар. Тем не менее фундаментальный фон американца, похоже, склоняется в пользу быков, а его падение можно рассматривать как шанс для покупок. Также, несмотря на умеренное падение сегодня в Азии, доллар США сумел сохранить вчерашнюю прибыль по отношению к корзине валют. Поэтому иена снова ослабла, а ее цена оказалась угрожающей близко к критическому уровню 150 иен за доллар. Причем, как вы видите на графике, на этот раз она торговалась даже выше показателей прошлой недели. Тогда иена смогла укрепиться на 1,7% и снизить цену пары до уровня 147,30. Причем данные Центробанка Японии не подтвердили вмешательство властей на Форекс. Можно ли ожидать японской валютной интервенции сейчас? Скорее всего, нет. Ведь финансовые политики считают, что движение иены отражает фундаментальные экономические показатели. И хотя некоторые технические индикаторы указывают на сдвиг импульса в сторону медвежьего тренда, доллар Соединенных Штатов имеет постоянную силу и удерживает пару на бычьей территории. Поэтому цена иены сегодня консолидировалась недалеко от линии в 149,80 и угрожала новым ростом. Продолжая давить на рынки и валюты региона, также ситуация в Китае. Как показали опубликованные сегодня отчеты, вторая по величине экономика мира продолжает бороться с дефляцией, т.е. в Китае падают не только цены, но и уровни производства и спроса. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт в Китае сокращается уже восьмой месяц подряд. Правда, в сентябре он показал самое мягкое падение с мая месяца, но в основном это произошло на фоне многочисленных усилий Пекина по стимулированию внутреннего спроса перед праздником Золотой недели. Кроме того, китайская валюта дешевеет на низких базовых ставках регулятора. При этом Народный банк Китая недавно заявил, что он решительно предотвратит риски превышения курса валюты и будет поддерживать стабильность юаня на разумном и сбалансированном уровне. Эти данные, а также сдержанные показатели по инфляции в Китае могут оказать влияние на австралийский доллар. Учитывая значительную роль Австралии как крупного экспортера в Китай, экономическая динамика между этими двумя странами часто влияет на динамику по австралийскому доллару. Но все-таки главное давление на австралийца сегодня оказывает неопределенность по ставкам в Соединенных Штатах. Она сдерживает глобальное настроение рисков, а вместе с общим укреплением американского доллара обесценивает валюты стран-антиподов. В результате ОЗИ вчера упал к своим годовым минимальным показателям. И на торгах в начале пятницы продолжал находиться примерно на тех же уровнях, консолидируясь в узком дневном коридоре 0,6310 – 0,6334. Обесценилась до самого низкого уровня за неделю и валюта Новой Зеландии. К слову, ее курс к доллару США торгуется с отрицательным уклоном уже третий день подряд. В результате Киеве протестировал новый недельный минимум в районе отметки 0,5911. А фундаментальный фонд предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит еще дальше вниз по торговому графику. Поэтому азиатскую сессию пятницы новозеландец завершил на консолидации в узком флете 0,5911 – 0,5938. На этом мы завершаем обзор азиатской сессии от ИнстаФорекс ТВ. Теперь ваша очередь присоединиться к разговорам. Поделитесь своим мнением и задавайте вопросы экспертам компании. Желаем вам быстрой пятницы и ждем в наших следующих обзорах рынков. Не пропустите!